Моя проповедь Вчера моей жизни Незначительном, но тем не менее, мне кажется, он подходит очень к этой теме Так вот, вчера, где-то примерно в полседьмого вечера Я был совсем уставший Я вот так вот сел, просто, можно сказать, так бухнулся на диван И просто, знаете, как бывает, смотришь так вот в одну точку И на самом деле, и в это же все время вокруг меня было совсем не тихо Во-первых, вокруг меня бегали 24 маленькие ножки И в воздухе еще летало просто миллион кусочков какой-то упаковочной бумаги Или еще чего-то такого В общем, мы праздновали нашей дочке день рождения вчера И мы пригласили, вернее, она пригласила 12 девочек И, соответственно, вот мы их принимали у себя дома И так еще и произошло, что моя жена заболела И, соответственно, на меня выпало, как бы, где-то там для них готовить еду Какие-то помогать проводить игры и так далее И вот уже за полчаса до того, как родители должны были забирать в 6.30 Вот такой вот я просто так сел Смотрел в одну точку и думал Ой, а какая бы могла быть суббота Я бы мог бы просто сидеть спокойно себе сейчас Вот как я люблю, там, налить кофе На ноутбуке что-нибудь смотреть приятное Может быть, христианское Может быть, еще что-то для души А вот я сейчас сижу, и все, у меня просто нету сил А еще нужно доготовить проповедь И вот такие вот у меня разные были мысли Потом, когда гости разошлись Мы с женой немножко говорили о том На самом деле, какие хорошие у нас девочки В нашей церкви, большинство из них было из нашей церкви Какие они интересные, разные И вот я с ней поделился Сказал, ну, я так устал И она говорит, ну, ты же будешь завтра проповедовать И будешь проповедовать о гостеприимстве Ну, так вот, Господь тебе дал как раз возможность Проявить гостеприимство Прочувствовать гостеприимство на себе И завтра проповедовать Поэтому сегодняшняя проповедь Она будет о гостеприимстве И, вы знаете, действительно, гостей принимать не всегда удобно Гостей принимать не всегда легко Гости бывают разные Они бывают с разными характерами Они бывают с детьми, они бывают без детей Они бывают молодые, бывают старше нас, бывают разные гости, но Библия четко и конкретно призывает нас, христиан, к гостеприимству. Поэтому сегодняшняя проповедь, она так и называется «Христианин и гостеприимство». Я попрошу вас открыть ваши Библии на том месте из Писания, о котором будем в основном сегодня говорить. Это послание к евреям, 13 глава, 2 стих. Вот такой вот необычный, можно сказать, в том числе отрывок, но который говорит о том, что мы не должны чего-то забывать. А конкретно мы не должны забывать гостеприимство. И, вы знаете, эта глава вообще Писания, она начинается с того, что автор послания говорит о том, что мы должны проявлять любовь друг к другу. И дальше есть три категории людей, о которых нас автор послания призывает помнить или не забывать. И действительно я подумал, что это те три группы людей, о которых мы чаще всего, наверное, и забываем. Первая группа — это вот как раз странники. Или незнакомые, или малознакомые нам люди. Мы меньше тратим на них времени, мы меньше о них думаем в своей жизни, чем о каких-то близких к нам людях. Чем о людях, с которыми мы больше общаемся, с которыми у нас есть отношения. Мы меньше думаем о чужих людях, о людях, которые нам незнакомы или малознакомы. Вторая категория людей — это люди, которые находятся в тюрьмах. Наверное, для нас это сейчас не так актуально, потому что христианство так не преследуется, по крайней мере, в этой стране. И у нас нет большого количества братьев и сестер, которые были бы в тюрьмах. Но, тем не менее, если себя представить в первой церкви, то можно представить себе, что люди попадали в тюрьму, христиане, и они в тюрьме могли находиться годы. И как обычно это происходит? Первый месяц, наверное, молится и постится там вся церковь, каждый человек. Посещают, но проходит год, полтора года, два года, и как-то уже тот человек там находится, а мы здесь, и уже нет каких-то общих интересов или общего какого-то служения совместного. И это забывается. И третья категория людей — это люди, которые находятся в болезни. И так происходит точно так же. Люди, которые болеют затяжной болезнью, слава Богу, когда есть хорошие христиане, которые помнят об этих людях, которые посещают этих людей, которые молятся о них. Но часто тоже так бывает, когда человек долго болеет, еще и так болеет, что он не на виду, и мы так забываем тоже время от времени об этом человеке. Как-то он уходит в нашей памяти на задний план. Сегодня мы поговорим конкретно о людях нам незнакомых или малознакомых. Как вот сказал Джон МакАртур об этом слове «странолюбие», исследуя его, он сказал, «Это без сомнения любовь к тому, кого мы не знаем лично». То есть когда мы говорим о гостеприимстве в основном, или о страноприимстве, как в синодальном переводе сказано, то мы говорим о людях, которые нам либо незнакомы, либо малознакомы. И Библия нас призывает помнить об этих людях. Помнить об этих людях – это значит держать у себя в голове идею того, что мы, как христиане, должны знакомиться и быть гостеприимными с незнакомыми или нам малознакомыми людьми. Не забывайте. Первый пункт своей проповеди я так и назвал. Не забывайте. Не забывайте о том, что есть неверующие люди, есть незнакомые нам люди, даже верующие. И как хорошие христиане, мы должны не забывать быть к ним гостеприимным. Должны не забывать к ним подходить, с ними общаться, их приглашать, открывать свой дом для таких незнакомых или малознакомых людей. Автор послания четко хочет, чтобы мы это держали у себя в голове, чтобы эта мысль всегда была у нас. А кого я приглашу в гости? А с кем я пообщаюсь? А с кого я еще не знаю в церкви, кому бы я мог бы подойти, или с кем бы я мог бы ближе познакомиться? Вот эта мысль, она должна жить у нас в голове. Мы должны о ней не забывать. Христианин не должен забывать. И больше того, Писание тоже нам говорит о том, что мы должны... Римлянам 12, глава 13 стих написано, в современном переводе написано, будьте страноприимны, но мне нравится, в синодальном переводе написано, ревнуйте о страноприимстве, ревнуйте. То есть старайтесь, пускай в вас это будет сильное желание, как ревность такая, принимать людей у себя, быть гостеприимным. В английском это звучит как «practicing hospitality». Практикуйте это. И это сказано для всех христиан, это сказано не только для служителей. Поэтому Библия нас призывает помнить и призывает нас быть активными в гостеприимстве. Деяние 16, глава 15 стих говорится о примере женщины, которая крестилась. И после того, как она была крещена, ее семья написана так, что она сказала, «Если вы считаете меня верной, то придите и погостите у меня». И упрашивала она, и уговорила нас. Вы знаете, гостеприимство это не только сказать, «А ну когда-то приходите к нам в гости, может быть, когда у нас будет время, и у вас будет, как будете у нас на Колыме, как говорится, милости просим». Она уговорила и упросила их даже остаться у себя дома. Приглашать в гости или быть гостеприимным, это не просто изъявлять желание, это действительно по-настоящему приглашать к себе в гости. Это действительно по-настоящему иметь открытое сердце к людям. И вы знаете, иногда можно спросить, ну почему так важно гостеприимство? Казалось бы, есть ведь другие вещи, проповеди в Ангелии, например, или какие-то служения, хор и так далее. Вот есть же много чего важного. Почему гостеприимство так важно? На самом деле, гостеприимство — это ключ к большому количеству других христианских добродетелей. Гостеприимство позволяет нам делать очень многое на самом деле. Во-первых, как я уже немножко упомянул, если мы хотим достигать людей вокруг нас. Вот здесь, как правило, каждое воскресенье ведущий, когда ведет служение, в том числе и я бывает, мы говорим, сделайте следующий шаг в вашей жизни. Если вы не покаялись, если вы еще не знаете Господа, покайтесь, сделайте этот шаг. И на самом деле, когда мы это говорим, мы рассчитываем, что этот человек уже находится действительно на вот таком, может быть, расстоянии от того, чтобы покаяться. Но, как правило, что заставляет человека больше задуматься о Боге, больше узнать о Нем, это когда с ним кто-то познакомился, это когда с ним кто-то имеет общение, кто-то ему рассказывает о Боге, кто-то является для него примером христианина, которую он в жизни, которую человек хочет видеть. И это возможно только, если мы гостеприимны. Это невозможно сделать даже заодно «Здравствуйте, до свидания, мы вам очень рады». Это возможно сделать, когда мы общаемся с людьми более глубоко, когда у нас есть диалоги, которые происходят дольше, чем две минуты, когда мы кого-то приглашаем к себе домой, даже увидеть, как мы живем, где мы находимся, как функционирует наша семья. Вот так люди часто узнают Христа. Поэтому гостеприимство — это ключ к тому, чтобы достигать людей вокруг нас. Гостеприимство также позволяет нам предложить помощь и стать друзьями. Когда мы общаемся с кем-то, особенно у кого-то дома, так или иначе выясняются нужды человека. Чем больше происходит общение, тем больше ты понимаешь, о чем молиться о человеке. Может, ему нужно практически помочь. Может быть, этот человек даже нам может помочь. Поэтому гостеприимство также рождает и дружбу. Вестеприимство — это ключ к тому, чтобы нам, как христианам, делать добро, к чему мы призваны. И не верующим, а наипаче своим по вере. Это ключ, который помогает нам благовествовать по-настоящему и глубоко благовествовать. Который позволяет нам предложить помощь и стать друзьями. А также, может быть, еще иногда помочь человеку, да, не только выслушать его. Хотя иногда нужно и просто выслушать. Иногда просто человеку не к кому может обратиться, и он готов будет открыться, рассказать о чем-то. Но это не происходит. Где-то на бегу, где-то как-то на парковке. А это чаще всего, когда мы уже встречаемся дома. Гостеприимство также помогает нам, как церкви, являть Христа. В церкви увидеть обстановку принятия, в церкви увидеть обстановку жертвенности, можно как раз через то, когда люди приглашают к себе. Одна из причин, почему мы тоже с моей женой попали в церковь GNC, вернее, не попали, а задержались здесь, это потому, что на первое воскресенье, когда мы пришли, нас пригласил пастор Михаил в гости. На второе воскресенье, когда мы пришли, нас пригласил пастор Евгений к себе в гости. И это очень показывает характер церкви. Характер церкви, как той, которая гостеприимная церковь. Которая готова тоже не просто сказать, здравствуйте, мы вас очень рады видеть, открыть свой дом, приготовить еду. И так далее, это показывает жертвенность, это показывает характер церкви, вернее, позволяет людям в церкви увидеть характер Христа. Поэтому гостеприимство — это ключ, который помогает сделать, на самом деле, очень многое для человека. И сделать на личном уровне, который намного более близок. Вы знаете, сейчас говорят, мы живем во время постмодернизма. Это время, когда каждый сам за себя. Время, когда каждый старается гордить себя. И ты мне не мешай, я тебе не мешаю. Ты веришь так, я верю так. Но когда ты общаешься с человеком, когда ты начинаешь с ним общаться, вот это есть возможность тогда поговорить. Есть возможность человеку как-то рассказать, или может даже своей жизнью показать Христа. Вы знаете, у одной древней христианки есть ее могила, да, я не знаю, то ли это раскопки были, то ли ее так можно увидеть. Так вот, была такая диакониса Мария в Каппадокии. И на ее надгробном камне написано так. «Согласно наставлениям апостола, воспитывала детей, оказывала гостеприимство, омывала ноги святым и раздавала хлеб обездоленным». Какое свидетельство? И среди вот этих слов нашлось четкое место. Слово «оказывало гостеприимство» – это была характеристика этого человека. Какая прекрасная характеристика христианки. Второе, о чем хотелось бы также сказать по поводу гостеприимства, мне очень тоже нравится это место из Библии, потому что оно такое жизненное. 1 Петра, 4 глава, 9 стих. Я хотел бы, чтобы мы с вами тоже прочитали это место. В новом переводе написано так. «Будьте гостеприимны друг к другу без жалоб». Да, вот какая-то такая приставочка «без жалоб», но на самом деле она очень хорошо отражает минусы или сложности гостеприимства. Я недавно видел видеоролик, и в этом видеоролике показывается, как муж разговаривает по телефону. И он говорит с кем-то по телефону, в это время рядом с ним сидит его жена, и разговор примерно приходит так, когда муж говорит «не, не, мы не заняты». И тут уже жена начинает махать. Он говорит «не, не, не заняты, конечно приезжайте». Жена вот так вот хватается за голову, муж ложит трубку, а потом показывается, когда жена драит печку и говорит «конечно приезжайте». Потом она драит душ и говорит «конечно приезжайте». Потом она пылесосит везде в комнатах и говорит «конечно приезжайте». И естественно, ну с таким сарказмом в сторону мужа, что вот он так легко приглашает всех людей. И, как я уже говорил, принимать людей нелегко. Да, это нужно открывать свой дом, да, нужно готовиться, да, нужно иногда квартиру убрать перед этим. Это труд, это не так легко. И тем не менее, все равно Библия нас призывает быть гостеприимными. Мало того, призывает быть гостеприимными без жалоб. В синодальном переводе написано «безропота». Больше всего мне нравится, как написано в английском переводе «безворчание». Безворчание, without grumbling. Безворчание. Принимать гостей безворчание. Да, это почему иногда мы бурчим в душе? Почему у нас нет часто желания принимать гостей? И одно из самых очевидных, один из самых очевидных ответов – это лень. Это лень. К сожалению, мы подвержены все ней. И гости – это напряг. Потому что драить печку перед их приходом – это, ну, не приносит удовольствия. Поэтому самая простая обычная лень, точно так же, как и собирать 100-500 кусочков упаковочной бумаги в субботу вечером после тяжелой рабочей недели – это напряг. И лень это делать. Поэтому элементарная лень просто нам иногда подсказывает, да что мы будем приглашать кого-то? Это что, это столько нужно всего сделать, это столько нужно подготовить, это надо потом убрать, это еще что-то, ну, легче же не приглашать. Да, это всегда подход, который легче. А особенно, может быть, когда я буду участвовать на трех служениях, если, может быть, я не спал, и у меня маленький ребенок, так иногда даже лень и прийти в гости, не говоря о том, чтобы уже кого-то пригласить в гости. А еще иногда, как такая причина, бывает просто у нас, наш эгоизм. Вот я, когда начинал проповедь, я говорил о своем тихом, спокойном времени за чашечкой кофе и за ноутбуком. И иногда мы негостеприимны, когда эта чашечка кофе нам становится дороже отношений с людьми, когда она нам дороже, чем общение с людьми, когда наше собственное вот это вот времечко, оно нам дороже, чем общение с кем-то. Когда мы думаем о себе больше, наше желание прожить для себя, наши желания, наши постоянные вот эти вот, ну, у меня всего один вечер свободный, или, ну, я так устал. Я понимаю усталость, я понимаю один свободный вечер, но тем не менее, очень часто мы это просто используем как щит, для того, чтобы ничего не делать. для того, чтобы просто не напрягаться, не быть гостеприимными. И если мы вообще будем движимы только своими желаниями, своим удовольствием и комфортом, у нас в принципе не будет общения с другими людьми. Трудно вообще что-то делать для других. А я не буду сегодня особо это касаться, еще и расходы, если много людей пригласить, да, ну, это мелочь, но тем не менее, и это бывает. Я хотел бы сказать одно, друзья. Конечно, у нас у всех ограничено время. Но, с другой стороны, вот Галатам, 6 глава, 10 стих, известное место Библии. Да коли есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. Пока есть время, пока давайте будем делать добро. Этого времени на самом деле не так много. Не так много времени, когда мы живы-здоровы, когда у нас есть дом. Вот один из пасторов у нас делился недавно. Как он сожалеет о том, что в его семье прошло время приглашать в гости. Что он бы и с удовольствием пригласил в гости. Но время прошло. По определенным обстоятельствам он теперь не может к себе приглашать в гости. Когда-то пройдет время это. И вообще, если с точки зрения вечности рассматривать, снова-таки, у нас не так много этого земного времени. Должны стараться бороться с нашей ленью и бороться с нашим эгоизмом. Филиппийцам 2 глава 4 стих также говорит о том, что не о себе только каждый заботься, но и о других. Очень важно, чтобы, когда у нас возникают все эти препятствия, чтобы кого-то не пригласить, чтобы мы и помнили о том, что мы призваны использовать время, если оно у нас есть, если мы видим, что возможность очень реальна. Иов, на котором написано, что он был самый богатый человек на Востоке, у которого были стада, у которого были и дети, у которого были еще городские заседания, где он участвовал. И все равно, он говорит, странник не ночевал на улице. Двери мои я отворял прохожему. И он все равно находил время на то, чтобы людей приглашать к себе. Это для нас может послужить очень хорошим примером. Знаете, я тоже помню, моя мама всегда вспоминала слова их музыкального руководителя. В их церкви, она рассказывала, когда она была молодая, был такой человек, который, как вот здесь американцы говорят, делает разницу. Вот этот человек был руководителем музыкального служения. И он отвечал за все. Он отвечал за хор, он отвечал за пение, за общее пение, он отвечал за разные группы, за музыкальные коллективы. В общем, очень много чего происходило в церкви, хоры и так далее. И человек был посвящен служению очень сильно, и она всегда вспоминала в его фразу, в которой он говорил, что лучше стереться, чем заржаветь. Лучше стереться, он говорил, чем заржаветь. Лучше я себя весь отдам служению, чем я заржавею, как христианин. Да, очень важно. Поэтому, когда на нас накатывают вот такое нежелание, казалось бы, вот это полная усталость, помнить о том, что это наш путь христианина, он не такой долгий на самом деле, как нам может показаться. Поэтому, если мы можем пригласить людей к себе, если мы можем с ними пообщаться, давайте будем пользоваться этой возможностью. И третья причина, почему мы так же не приглашаем людей к себе, или почему у нас есть вот это такое внутреннее ворчание по этому поводу, это непонимание важности. И понимание важности приглашения людей к себе или гостеприимства. Мне когда было где-то 10 или 12 лет, то я помню, постоянно у нас был большой дом, мало у кого были большие дома, и всегда у нас все собирались. У нас проводились разные общения, домашние группы, какие-то музыкальные репетиции, молодежные всякие праздники, все происходило у нас дома. И вот я помню, один раз Новый год был, ты уже у нас дома, и мало того, что тебе нужно там 4 часа утра, когда уже все ушли, как-то там что-то пылесосить, складывать, потому что родители сказали, да, вы тут празднуете, конечно, но потом, чтобы все было, как до этого. Еще и диван нам поломали. Четко помню этот Новый год, и я пришел на молодежь, и он в следующий раз сказал, так, это последний раз, что у нас дома собирается молодежь. Я как сейчас это помню, но мне кажется, именно к таким людям и здесь обращается апостол Петр, и говорит, будьте гостеприимны, без жалоб. Гостеприимство — это важно, и мы чуть дальше посмотрим, что, как мы читали в этом стихе, некоторые, не зная, проявили гостеприимство, оказали гостеприимство даже ангелам. Еще я хочу сказать о важности гостеприимства. Это Библия озвучивает гостеприимство как характеристику для того, чтобы быть пастором. В двух местах, где перечисляются характеристики пастора или епископа, написано, что он должен быть гостеприимен. 1 Тимофею, 3 глава, 2 стих, что это епископом должен быть человек, которому не за что осудить, муж одной жены, воздержанный, благоразумный, порядочный, гостеприимный, хороший учитель. Титул 1 глава, 8 стих, тоже написано, что ему следует быть гостеприимным. Дальше написано о такой должности в церкви, как истинная вдовица. И также сказано, что она должна быть известна своей гостеприимностью. Насколько для христиан или для христианства важна эта черта, что это стандарт для служителя, быть гостеприимным. Еще немножко хотелось коснуться такого вопроса, чтобы быть гостеприимным не только с открытым сердцем приглашая людей к себе, но быть гостеприимным и у себя дома. Чтобы когда у нас гости, да, мы понимали, что, конечно, могут быть дети, которые там трощат все или что-то трогают, не то, что можно. Могут быть гости, которые не совсем так разговаривают, как нам нравится, которые, может быть, чем-то не согласны с нашим мнением. Чтобы мы были тоже хозяевами не ворчащими, хозяевами не жалующимися, хозяевами-слугами. Да, как Христос, который омыл ноги своим ученикам. Чтобы с таким сердцем мы принимали к себе людей, мы не были вот этими хозяевами с жалобами. И последнее, что хотелось бы сказать, это, когда мы принимаем у себя гостей, важно, чтобы и после этого мы не были хозяевами с жалобой. Чтобы мы потом не рассказывали, не ходили. А вот у меня были те или другие, а ты знаешь, что они сделали? А что они сказали там? Чтобы мы были гостеприимными без жалоб. Да, это также нас к этому призывает Писание. Последний пункт моей проповеди. Немножко длинно называется, но на том, что мы никогда не знаем, насколько важным может оказаться гостеприимство. Вернемся к посланию к евреям, 13 глава, 2 стих, и прочитаем снова вторую часть этого стиха. Делая это, некоторые, сами того не зная, оказали гостеприимство ангелам. Если вы хорошо знаете Библию, или давно находитесь в церкви, можете сразу себе в голове примерно представить, о ком говорит автор послания к евреям. Нужно особенно на это сделать упор. И речь, скорее всего, идет в первую очередь об Аврааме. возможно еще о Лоте, может быть еще о Маное и других, но в первую очередь о праотце всех верующих Аврааме. И вот Авраам это прекрасный пример гостеприимства. Я хотел бы прочитать несколько стихов из этой истории. 18 глава, это книга Бытие, 18 глава, 2 по 8 стих. Авраам поднял взгляд и увидел, что неподалеку стоят три человека. Увидев их, он побежал от входа в шатер им навстречу и поклонился им до земли. Он сказал, если я нашел милость в глазах твоих, владыка, то не пройди мимо слуги твоего. Пусть принесут немного воды, чтобы вам вымыть ноги, отдохнуть под этим деревом. А я принесу вам что-нибудь поесть. Вы подкрепитесь и продолжите свой путь, раз уж вы пришли к вашему слуге. Очень хорошо, ответили они, делай, как говоришь. Авраам поспешил в шатерксаре и сказал, скорее, достань три соты лучшей муки, замеси тесто и испеки хлеба. Затем он побежал к стаду, выбрал лучшего нежного теленка и отдал слуге, который быстро его приготовил. Потом он принес простокваши, молока, приготовленного теленка и поставил перед ними. Пока они ели, он стоял рядом с ними под деревом. Вот это Авраам, тоже надо сказать, богатый, уважаемый человек, который видит трех путников, встает со своего места и бежит, и бежит к ним навстречу. Говорит, заходите, заходите сюда. Окей, вы останавливаетесь. Он бежит к своей жене Саре, говорит, лучшую муку доставай, готовь хлеб. Потом берет к своим стадам, у него были богатые стада, говорит, лучшего теленка сейчас берем или огненка берем и быстро готовим для гостей. Потом гости сидят, едят, и он стоит вот так вот, я себе представляю, наверное, возле дерева и вот смотрит, счастливый, что он принял у себя этих людей. Это пример про отца Авраама. Конечно, мы можем сказать, что, ну, Восток, да, традиции, и мы будем правы, конечно, для людей Востока очень важно принимать людей гостеприимным, тем не менее, это не значит, что нам нечему поучиться. Авраам был расположен принять у себя людей. Авраам был приветлив и вежлив с этими людьми. Авраам предложил лучшее, что у него было для своих гостей. И он себя вел скромно, даже находясь в своем собственном доме. Какой пример? Какой великий пример гостеприимства, да, от этого Божьего мужа. И как результат, он, не зная того, принял у себя самого Господа и двух ангелов. Не зная этого, он для них это сделал. Что произошло? Из этого произошло то, что первое обещание, которым он ждал много лет, что у него будет сын, что у него будет наследник. Они ему сказали, окей, теперь Бог не просто ему дает обещание, а говорит, через год у тебя будет сын. И действительно это так и происходит. И второе, он еще и спасает своего родственника от тех катастроф, которые грядут на города, где живет этот родственник. Бог иногда делает великие дела, о которых мы не знаем. Посылает к нам людей, выполняя свой план, который мы, возможно, не видим. Или хочет, чтобы мы поучаствовали в его каком-то деле, которое он делает. Поэтому, приглашая человека в гости, мы никогда не знаем, что Господь может через это сделать. Мы никогда не знаем, как наш разговор элементарный может повлиять на человека. Мы никогда не знаем, как наше просто поведение или наше общение может показать человеку Христа больше, чем проповедь. Мы не знаем, как может быть наш какой-то рассказ или то, когда мы поделимся своими переживаниями, для кого-то будет самое то, что нужно было услышать. Мы никогда этого не знаем. И мы можем все это упустить, если мы не гостеприимны. У нас в церкви была одна христианка, и когда ее, она не так давно умерла, но о ней самое главное свидетельство, которое всегда было, что она принимала у себя любого человека. Она его вкусно кормила, она не смотрела на то, это человек, наркоман, грязный, некрасивый, который вот там на улице только что лежал, или это миллионер долларовый. Одинаково она всех принимала. Это было о ней свидетельство. Свидетельство гостеприимства, из-за которого очень многие люди вообще задержались и остались в церкви. Так она принимала их на своей домашней группе. Вы знаете, может быть, пройдут годы, может быть, эти девочки когда-то вспомнят, как уставший папа, Роза и Кира их принимал у себя дома. Может быть, они вспомнят, что для них это был праздник. Одна из них сказала, это первый день рождения, на который нас пригласили в Америке. Они эмигрировали из России, и вот кто его знает. А может, они забудут это. Может, они забудут, но они станут друзьями-христианами, которые будут поддерживать друг друга всю жизнь. Или когда они будут молоды и будет вокруг так много искушений. Поэтому это стоит того. Точно стоит. И мы никогда не знаем, что Господь через это сделает. Иисус Христос сказал, что праведные скажут, Господи, когда мы это видели, Тебя голодными накормили. Когда Ты хотел пить, и мы Тебе дали напиться. Когда мы видели Тебя странником и приютили Тебя. Когда мы видели Тебя больным или в темнице. Как раз те три категории людей, о которых мы с Вами говорили в самом начале и навестили Тебя. И Царь ответит им, говорю Вам истину. То, что Вы сделали одному из наименьших моих братьев, Вы сделали Мне. Когда мы принимаем у себя людей, когда мы проявляем гостеприимство, мы должны понимать, что Господь на это смотрит, как на наше служение. То, что мы это делаем для Него, а не для этих людей. Поэтому, как церковь, у нас есть очень много возможностей. на самом деле. Мы можем быть гостеприимными, принимая просто у себя дома людей за обедом или за ужином. Мы можем устраивать у себя дни рождения, можем устраивать у себя baby showers, bridal showers и так далее. В Америке очень много разных вариантов устроить праздник. И мы можем это принимать у себя и получать так, иметь общение с людьми. Мы можем общаться с неверующими людьми просто на детской площадке или на нашей работе. Только уделять этому время. Не просто в телефон и я никого вокруг не знаю. Общаться, быть открытыми к людям, приглашать их к себе. Мы можем приглашать на домашние группы. Это очень большой инструмент и мы можем проявлять так гостеприимство, приглашая к себе, приглашая к другим в наше общение. Мы, как церковь, можем приглашать людей на разные ивенты, которые у нас проходят. Вот сейчас будет конференция для родителей. Сейчас недавно прошел Heart to Heart, прекрасные возможности нам, как церкви, быть гостеприимными. Не так давно я услышал от одной девушки в нашей церкви, как она просто запостила у себя в Instagram stories, приходите ко мне в церкви, вот моя церковь. Удивительно, я не верю обычно в такие вещи. Она говорит, два человека ко мне подошли и сказали, окей, мы хотим прийти в церковь. Элементарное дело. Это не высшая математика. Просто пригласить, просто не бояться свой профиль использовать для этого, для быть открытыми. И это то, что мы можем делать. Если вы пожилые люди, также одним из служений моей бабушки было то, что она приходила на похороны к людям. Она открывала свое сердце, она общалась с пожилыми и другими людьми. И это возможность, которая новая появляется у пожилых людей. Пообщаться с людьми своего же возраста я никогда не смогу говорить с категорией людей, которые намного старше меня и достучаться так же само до их сердца. Это прекрасная возможность проявлять гостеприимство. Может быть, уже не семьями, где 10 человек собрались, а может быть, один на один одинокому человеку пригласить одинокого человека. Это другое гостеприимство, но все христиане призваны гостеприимством. Итак, пускай нас Господь благословит не забывать гостеприимство, держать в голове мысль, а кого я могу пригласить к себе в гости, а с кем я могу пообщаться. Пусть нас Господь благословит быть гостеприимными без жалоб. Не жаловаться ни на свою судьбу, которая мне не позволяет никак пригласить людей, не жаловаться на тех людей, которые ко мне пришли, если они себя как-то немножко не так ведут, и не жаловаться, когда они ушли другим людям о том, что ж не так произошло во время гостеприимства. И пускай нас Господь тоже благословит помнить, что это не просто наше приглашение, оно еще с таким обетованием, что мы никогда не знаем. Иногда Господь даже ангелов посылает, и мы можем не знать этого. И давайте просто будем делать это для Иисуса Христа. Аминь. Помолимся, друзья. Аминь.